Так, окей, я приземлился. Поехали, давай. Блин, под таким углом, короче, едешь и думаешь, как бы еще обгонять. Так. Ё-моё, ага. Чё там в залде такая? Не хайся, она поехала. А, у меня на стрелках 600, братан. А, всё, понял, ты всё подумал, у меня обгонишь. У меня 65. Уу, это 200. Всем привет, дорогие друзья, с вами Касси, да ёрчик, ребята. С вами со мной играет Донни, это GTA 5 онлайн и шоу экспериментики. Кокосики. Итак, ребятушки, спуск с огромной дуги продолжается. Напомню, что мы тестируем здесь машины из реальной жизни. Потом с этого обрыва вниз, получается, едем и разгоняем максимальную скорость без тормозов, получается, ребят. Можно пробить себе с помощью нитро-ограничения 540 км в час. Но всё остальное, что мы наберём, как бы мы вот досюда, вот, ребята, копим. И на этих стрелочках отпускаем полностью газ. После чего едем по накату. И машина, получается, тормозит самостоятельно с помощью своего двигателя. До куда доедешь, такое количество баллов себе на счёт ты и запишешь. Здесь, напомню, ребята, у нас 200 платформ. Очень большая трасса получилась. Но есть уже тачки, которые и этого мало. То есть, поэтому, возможно, в будущем будем это дело как-то расширять. Пишите в комментариях, что по этому поводу думаете. Слушай, давай с тобой начнём спаунить тачку. Опять-таки, по любой первой. Мне мерседесико такой вот упал. ЦЛС-63. ЦЛС. А, у тебя ламборгини, аминтатура. О, ламборгини, аминтатура. Прикольно. Ребят, напомню, что, как ни странно, на этом испытании ведроиды самые непримечательные едут очень хорошо. А гиперкары, как правило, останавливаются рано. Поэтому будет интересно. Ставьте лайки, а мы начинаем. Что ж, ребят, погнали. Давайте попробуем, расчехлим первые тачки. Напомню, кто уедет дальше. Получит возможность спаунить себе две... Нет, три машины, а проиграешь и две. Так интереснее будет. Тут главное поймать. Главное поймать. Есть машины, которые удержать очень сложно. Ну, слушай, мерседесик не особо выдающийся, но едет хотя бы 380 достойно. Очень достойно. О, пролетел на ламбе своей. Ну, 480, да. Ну, вопросы, как будет тормозить движком. Отпускаю газ. Так, и я тоже отпускаю. Неплохо, ребят, начали. В принципе, машины не самые медленные. Есть реально тачки, которые даже с таких больших скоростей просто на пятерочке останавливаются. Поэтому это достойно в любом случае. А, слушай, а ламба одна из немногих, кто очень хорошо уехал у гиперкаров, если так смотреться. Ну, 35 у меня, и я притормозил. Давайте посмотрим на Ваню. Едешь еще, что ли? 70, 70. Неплохо, неплохо. Для тебя начало прям хорошее. 70 баллов, ребята. Ну, это бьется. Но, тем не менее, у тебя теперь 3 машины, у меня 2. Отправляемся на следующий раунд. Давай. Второй раунд, ребята. 2 машинки у меня, 3 у Вани. Посмотрим, что нам выдадут. Давай. Поезд личный, конечно, круто, но не сегодня. Ламба и Майбах. Так, у тебя пока все мимо, да. Так, 180 и 196. Это... Это Анис, Гташна. Да, я думал, сначала НИСА, но такое. Аперта новенькая, X5. Так, это пока мимо. И последненькая машинка у тебя будет какая? Вопросы. И БХЗ. Какая-то или МК. МК вроде. Окей. Так, Донни вернулся. Аперта против Галларда Ламбы. Но у меня вопросики, на самом деле, к Ламбовке не моя. Не самая идеальная машина. При всем желании она... Ну, поехали. Ой-ой-ой. Так, я понял. Нам меня... Надо держать. Надо держать. Есть тачки, которые разносят прям. На самом деле, прыжок это одно из таких опасных здесь предприятий, так сказать. Ну, слушай, 378 всего лишь. Как бы невыдающиеся скорости. Маловато. Маловато. И скорость падает. У тебя Перта не та самая, не старенькая она такая. Она вообще что-то не поехала. Она, кстати, попадалась нам на старом спуске. И, блин, да, мы еще по-другому немножко ездили. Она прям показала очень плохо себя. Но, тем не менее, я тоже не лучше. 25. Ну, 30 будет, думаю, да. Накатиком до 30 я доезжаю. Ну, она вообще скорость сбавляет. Сколько у нее скорость-то? Я с горы еду 230 всего лишь. Так, ладно, я тебя еще не вижу. Подождем, ребята. О, ни хера ты проехал. Ты у меня появился вдруг откуда. Не возьмись. Так, ну... Где было? Ну, сколько? 30 у меня было, да. Так. Ну, 30. Ну, тоже тормози. Даже 35 будет, думаю. Или нет? Нет. Да, чуть-чуть. Будет, будет, да, проехал 35. 35, чуть-чуть дальше. Ну, окей, я Перта справилась хоть на второй раз. Уже неплохо. Погнали дальше. Продолжаем, ребят. Спаун тачек. Нужно что-то хорошее. Прямо такое интересненькое. Хонда и робот. Но робот считать не будем. Робот не поедет. Робот вообще не для этого создан. Так, Дэвил, ну не тот Дэвил. Секстина у меня... Слушай, а не та самая, которая у тебя была? Ты не помнишь, как это у тебя была? А, нет. Там просто ламба была, а это другая. Блин, я на секс брать не буду, ребята. Возьму ламбу. У меня, тем более, есть нитро. У тебя рэсочка какая-то странная. Фромированная, что ли? Чуть-чуть. Да, она, ну она кривая, она типа из болота. Короче, ее прекрасно. Ну, кстати, под нами болото как раз туда. Как говорится, своеобразненько. Так, чуть тебя не снес. Так, а у нас пошла по бороде, получается, дуга. Немножко контру поджимай. Хорошие скорости. 530. Я прыгаю уже, прям я вижу это. Залетаем. Отпускаю. Так. Ё-моё, ага. Чё там за ауди такая? Нихой, сена поехала. Чё там за ауди такая? Нихой, сена поехала. А чё у меня под капотом? Мне было 60. А, 290, что ли? Понимать. Так, ну 60 у меня по накату. Это вот такая вот СВЖ-ка. 80. Е-май. Ну, 85 не будет, конечно, но. Ну, это очень достойно, ребята. Ну-ка пока посмотрим. А, это вообще новая какая-то. 285, да. Шикарнейшая РС-очка. Её починить бы и прям, да, неплохо, ребята. Вот такие вот тачки у нас сегодня попадаются. Так, ребят, вроде починили мадугу. Всё хорошо. Предлагаю продолжать тоже. Надеемся на хороший куш. Ставь какой-то. Бугать у тебя. И Патриот вообще. Чё за. Пацифика. Пацифика может, кстати, быть очень хорошо. У меня, не знаю, Патриот это неинтересно. Но попробуем. Если честно, что-то Мустанга я тоже такого ещё не видел. Так, ребят, окей. Пацифика против Мустанга. Задача не разложиться, во-первых. Задача уехать как можно дальше. Да. Так, окей. Я приземлился. Поехали, давай. Блин, под таким углом, короче, едешь и думаешь, как бы ещё обгонять. Слушай, Пацифика быстрее, чем Мустанг. Ну, я иногда врубаю, но... А, 350, 360. Ну, 360 тоже. Чё, одинаковые максимально тачки, что ли? Ровно. Ну, такое бывает. Такие тачки встречаются, ребята. Как бы поэтому это окей. Но я думаю, Мустанг побыстрее будет всё-таки. Ещё, тем более, с такого спуска, как бы летишь. Так, отпускаем газ. 10, 15. Ты как будто легче как-то едешь по накату немножко. У меня, да, у меня движком тормозит машинка быстрее, ребятушки. 25, да, ты уж ушёл. 35. Хорошо едешь. 40. Она теряет скорость мало. 45. Ямал. Да, она будет ещё 50. Ну, чисто на по накату, да, то есть тачка, которая по накату едет, мальчик. Таких машин много, они встречаются. Наверное, наверное, будет, да, ещё? Да, очень хорошо едет по накату, ребят, посмотрите. Да, 55. Всё, бррр. Я, конечно, понимаю, что там он за движком ухаживает. Ну, давай без этого. Тормози, лё-лё-лё-лё-лё-лё. Ну, всё, да? Давай, давай, давай. Ну, не, уже не будет. 55, это очень много, ребят. Я не знаю, как отыгрываться. Нужны какие-то срочно вёдра. Мне нужны вёдра. Тащите вёдра. Понимаю, погоди. Ну, посмотрим. Продолжаем, ребятки. В общем-то, надо пытаться. Хорошая достать. 55. Так, пока ничего у тебя. Так, Мерседес. О. И Феррари какая-то. Это не та самая. И Пи-и-и-и-и. Блин, а у меня на самом деле хз. Я по приколу возьму вообще форт, ребята, потому что, возможно, он поедет. Паракатур. Ну, попробуем, давай. Что ж, ребят, пробуем. Просил ведро, получил ведро, но немножко не то, как планировал. Получается, что да, он занесло в полете. Бойте своих желаний, короче. Это прям фраза сейчас актуально здесь. Сейчас. Да-да-да. Прям сясь. Это причем тачка из годов, типа, 40-х, там, 50-х. Ну, да. Нет, к сожалению, не выдающаяся машина. И зацепом здесь все хорошо. И скоростьей каких-то таких космических нету. Сколько у тебя скорость была? Ну, 345, как бы, сейчас еду до стрелок. Ну, сейчас еще меньше, значит, что она будет. Так, ну, окей. Доезжаю до стрелок, отпускаю газ. У нас 270 на стрелках у меня было. Ну, не сильно тормозит движком, плюс-минус едет, но... У меня на стрелках 250, поэтому... Знаешь, машина по накатуу с 250 может уехать прям вообще. А, ты прям тормозишь? Не теряю скорость сильно. Так, у меня 25. Ну, такое. Кстати, возможно, фронт колеса надо было менять. А ты и ползешь все равно чуть-чуть, смотри. 20. 20. А у него фут-клеса же не меняются, у него такие постуки колеса. А, у него там запаска такая беспонтовая, а колеса у фронт. Погнали на следующий раунд. Что ж, ребят, наконец-то у меня возможно спать три машины. Это очень важно, на самом деле, на этом испытании, дабы получить хорошие тачки. Крупногабарит не используем. Ты что это было? Где ты? Это крупногабарит, братан. Понимаю. Хотя Димон упал, помнишь, что-то автобус из типа Fallout, и он уехал на 50, на самом деле. Поэтому, как бы... Слушай, у меня контраклассный. У меня старое ведро, Бугатти какая-то, кстати, чит. Не чит, не чит. Слушай, да, нам очень не хватает наших читов. Так, мне нужна третья еще. Плак, плак. Мне тут чит попадался, это что такое? С прикольненькими нивенчиками. Додж, караван, если не ошибаюсь. Вопросики, вопросики. Бугатти брать не буду, все-таки возьму ведро. Тем более, он вроде попадался, а вроде не попадался здесь. Хороший, он на прыжке был, у меня где-то, я помню. Да? Ну, поехали, попробуем. Ой. У-у-у-у-у. У нас с тобой два ГТРа, на самом деле. Ну да, только у меня... Прям педуля. О, ёпта, ёпта, ёпта. Нормально, ты полетел. Упал. Нормально. Это жестко, это жестко, да. Он легкий, кстати. Он очень легкий. Надеюсь, это хорошо. Блин, я не помню, в этом испытании он попадался или где-то в других. Если в этом будет хорошо, я надеюсь. Но его удержать сложно. Ой, он праворульный, как неудобно-то, ёпта, 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 чё происходит вообще? Чё происходит? Я дрифчу, понятно. Так, попытка уже нацатая, наверное. Да что? У меня он просто ударяется. Удержал. Пробуй аккуратненько просто сползти. То есть не буду сползти, вот так. Да я всю дорогу пытался, да, но такое. А где ты находишься, расскажи нам? Да, и знать, где ты находишься. Сейчас приезд посмотришься. Где ты находишься? Я не чтобы далеко. У меня на стрелках 600, братан. А, всё, понял. Это тот сад. У меня 65. У, это 200. Это 200. Да? Пока. Да. 450 возле тебя была скорость. Нормально. Так, сколько у тебя было, говоришь? 65. 65 очков. Ну, слушай, да, это походу... Я вот не помню, попадался он здесь или нет, но где-то он был прям реально очень хороший. То есть прям такой интересненький. О, 155, 160. Казалось бы, ведроид, просто ведроид. Но что они творят? Они такие есть, да. Ну, так, 200 будет, нет? Хотя да, у меня 200 км в час. И как бы ещё до 200 тут остаётся-то всего ничего. Прикольно. Одна из лучших машин, ребят, на этом испытании. Да. И на краёшечке у меня получается где-то 138. Вот так вот. Вот такие приколы. Отличненько. Как минимум, я отыгрался за много раундов, которые были до этого. Но нужно увеличивать, как говорит Сатарик, конечно же. Давай. Погнали дальше. Смотри, какое расстояние вообще прикольное через весь город просто. Да, да. Жёстко, жёстко. Продолжаем, ребятки. Три машины опять-таки у меня. Ламба какая-то вообще странная. Странная. Ёп ты ешь. Вот это жёстко, если ты его удержишь. Так, а у меня старенький Мерс. О, у тебя, кстати, два Дракстера. Прикол. 900, да. Под капотом 900. Ну, просто ради прикола возьму его. 234. У меня какая-то тоже ведро болваночка. 234 км в час. Это Альфа-Ромео, да, если не ошибаюсь? Да, да. Альфа-Ромео. Она летала, поэтому... Ну, что ж, ребята, здесь просто охренеть какой быстрый Дракстер. Я думаю, ты пока доедешь, у тебя там уже 1200 будет. И я думаю, по накату он тоже поедет. Вообще жесть как. Возможно, один из лучших автомобилей в топ здесь. Так. Имад первого лета здесь страшно, конечно. Понимаю. Сколько скорость? Сколько скорость, я скажу? Да, 1100 там с чем-то была скорость. Понимаю. Но скорость падает сильно. Не, это будет не очень далеко, но... А, он тормозит, говоришь? Так, ну у меня на самом деле Альфа-Ромео интересненькая, потому что на стрелках у меня 450. Там чуть меньше было. Той же как бы плюс-минус интересно. Я тебя не вижу самое, что ни на есть. Я 105. 105. 110. Ё-май. Да, 110. Ну не, я до туда не доеду. Да, тормози движком. У меня 60 и, думаю, 65, скорее всего, по накату я еще возьму. Ну, блин, не скажу, что прям самая плохая машина 65. Это очень достойно, но твои 110, конечно, на Драгстере, это прям вообще жестко, да? Ну, 110, конечно, да. Ну, там тачка сама по себе прям вообще лютейшая. Итак, ребят, у Вани возможно заспавнить три машины, у меня две. Продолжаем этот раунд и, как бы, где-то еще раунда два проведем, наверное. Окс. Так, у тебя что-то новое, кстати, там, да, такое... Необычненько. Капотом немного, но я возьму ту. Просто, чтобы проверить. Это Mitsubishi. Смотрится, как будто это какой-то, типа, Nissan. Ну, кстати, где-то я ее уже видел. Turbo S 911 Porsche против старенького, интересненького видровоида, который, возможно, да сейчас Porsche, который напрячься. Вау! Я тебе не выкинул! Я выкинул! Понимаю, блин. Еду аккуратненько с краю, никого не трогаю, блин. И тут на тебе, блин. Надо с первого лица было все-таки прыгать, я прям, да, в бочину уехал. Так, хорошо, ну. Прикольно получилось. При этом слепая зона прям абсолютно была под таким углом. Так, от первого лица. От первого лица не всегда, кстати, получается приземлиться. Так, переключаем ограничитель. Ну, по накату далеко не самая быстрая тачка, конечно, у меня. Ну. Что по скоростям будет на стрелках? Сейчас скажу тебе. 400, ну, 400, короче, примерно. Не, ну это хорошо, это очень хорошо, потому что у меня всего лишь 300, ребята. Так, давай, лети. 20. Ну. 25. Ну, да, слабовато, слабовато. 45, 50. 30. Ну, 50. 55 будет сейчас, наверное, докачусь. Давай, 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 давай. Я вообще врезал за что-то, типа. Нет, полморды. Надо, да, четырьмя колесами, ребят, линию пересечь. 50 баллов у тебя, ну, неплохо. В общем-то, ты опять-таки наверстываешь баллы свои, а мы проведем еще, наверное, раунду два. Сейчас посмотрим. Продолжаем, ребят, блин, я хочу еще ведроидов, хороших ведроидов прям. О, Нихасин прикольный. Ну, как дела, прикольный какой-то такой, типа. Так, это что вообще такое у меня? У меня дрифт Ниссан какой-то и старая БХ. Вашингтон, что за Вашингтон вообще? Ты кто такой? Ты откуда взялся? Если мы тебя не звали, мы тебя не любим. О, Форсаж. О, прикольная Валькирия. И Валькирия, да. Ну, короче, в старых добрых традициях Форсажа Вадёк поставил документы на тачку. Документы, ага, распил, оформил распил. Да, поэтому... Так, осторожника, осторожника, осторожника. О, нифига, у меня там фары поднялись. Слышь, ты, Форсаж, ты куда? Ё-моё, кстати, он... А у меня дрифт тачка. А, на... Ёпта! А я врезался. Писот, брат. Я врезался, мне придётся переспаунивать тачку. Я тупо ехал, ехал, ехал. Давай, переспауни. В дорогу врезался. Так, всё, нитро есть, ребята, начинаем. Я всё-таки думаю, что, скорее всего, это будет последний заезд. Что-то по времени немножко серия затягивается, чтобы её прям сильно-сильно не пилить. То, ребят, сейчас посмотрим на последние показатели. Сегодня в любом случае были хорошие тачки, какие-то новые, необычные, которые реально себя хорошо показывали. Так, а это намного, кстати, лучше, чем предыдущая машина, но по максималке... Да, движок здесь, конечно, не раскрывается настолько, насколько хотелось бы. Чё у тебя там по скоростям? У меня 530 на стрелках, я понимаю. Я понимаю, это вот у Яма, ты-то у ёшки, реально форсаж, просто посмотрите, в точку уходишь. Так, ну у меня 320 где-то было. Какая же теряет скорость. Ну нет, если он далеко, и за сотку точно уедешь, такой скорость, я думаю. Ну у меня плюс-минус 30-ка, ребята. Ну может 35, сейчас натянет, натянет. Натянет? Нет, к сожалению. Слушай, ну это сотка будет всего лишь, ну то есть ровно сотка. Ну типа скорость большая, да, но не особо выдающаяся. Но, ребят, таких машин мало, мало таких машин, поэтому всё равно как бы тачка из форсажа довольно-таки прикольная. Сегодня лучшая машина V-Droid, Nissan, ребята, старенький, вот такой невзрачный, как бы квадратный какой-то непонятный. Но, тем не менее, он смог, и это заслуживает уважения. Ставьте лайки, если понравилась данная рубрика, подписывайтесь, чтобы не пропускать следующие серии. И всем до скорых встреч. Пока-пока, ребята!